Привет, мои дорогие друзья! Благодарю вас за проявленный интерес к моему скромному творчеству. Вы пишете, давай-давай, там свою аналитику или размышления. Я все больше, вы знаете, уделяю время просто гуманитарным вопросам, грубо говоря. Я хочу просто помогать людям и все. Почему? Потому что сейчас такое время, что в почете тех, кто заняли, когда там говорят, эй, стул там надо какой-то. Вот кто занял вот крайний стул, знаете? Или с той стороны, или с той. Первые, которые бегут, кричат вперед, вперед, все правильно, победа сейчас, победа уже близка, там все, не расстраивайтесь, давайте там и так далее, да. И другие, которые кричат, что у них тоже победа близка, но при этом надо еще убить побольше русских, там убить их еще и жены, детей и тому подобное, да. Вот, вот эти сейчас в почете, но это на время, это на время. Потом пелена с глаз начнет спадать немножечко, лапша тоже начнет отклеиваться. Там фишка в том, что вот раньше был такой Панамарь. Я слушал, Панамарь такой был в Украине, он лохам рассказывал много лет о том, что сейчас из Украины сделают витрину. И говорят, чуточечки еще подождать, так сейчас мы уже такие, какая там твоя Швейцария, да. Ну, а потом постепенно даже самые последние лохи начали немножко там уже присматриваться и думать, может быть, нас просто здесь накалывают. Вот это вот будет то же самое. Но, выскажу свое мнение по поводу того, что я уже говорю несколько дней, и это абсолютное понимание алмазной пулей пронзило мое естество. Я вдруг понял, да. Есть тупая башня Кремля. Я и раньше, конечно, догадывался. Есть несколько башен Кремля. Неоднородная российская власть. Я думаю, что причину вот этого всего кошмара происходящего следует искать в тупой башне Кремля. Это та самая башня, которая намеренно дезинформировала руководство Российской Федерации о событиях на фронте. Это та самая башня, которая, поняв, что уже дезинформировать и рассказывая там какую-то вливать дичь о том, что там это там все так и задумывалось, невозможно, поэтому начала говорить о соглашениях и уступках. Причем начала говорить это настолько тупо и по-дебильному, что обозлило, собственно, обе стороны. Давайте-ка вспомним, потому что не очень давно было время, не очень много времени прошло, с чего все начиналось, то есть что планировалось. Итак, изначальные планы добиться от Украины нейтрального безъядерного статуса, признание Крыма российским, ЛДНР независимыми, демилитаризация, денацификация. Ряд изданий прогнозировали, что украинская армия развалится, как это было в Афганистане, столицу возьму за считанные дни. Министерство обороны Российской Федерации уже практически в первые часы заявило об уничтожении украинских ВМС, ВВС и ПВО. Если в ВВС и ВМС можно было еще поверить, потому что их было не слишком-то много, Так вот, с ПВО, ну, кстати, эту информацию говорил руководство Минобороны Российской Федерации, да? Так вот, в случае с ПВО часть систем уничтожили, но они все равно продолжают сбивать ракеты, а то и летательные аппараты в небе над Украиной. Может, не в тех масштабах, которые публикует официальная статистика, наши брыхуны, но таких случаев явно немало. Особо защищен Киев оказался, хотя там тоже прилетало, можно вспомнить тот же Ретро Виль, как там оперативно все произошло. Не так давно был нашумевший случай о том, что у вертолета метким выстрелом очень много у населения на руках стингеров. Сообщили наши, что это был суперсовременный британский комплекс. Россияне подтвердили, что вертолет сбит, но сказали, что экипаж спастя. Короче, как бы там ни было, даже если в ходе боев Украина лишится вообще всех ЗРК, то российскую авиацию еще долгое время будут настигать с земли. Был ряд случаев, когда российские колонны абсолютно непонятно рвались на Киев через Черниговщину и Сумщину, как будто бы это их земля. Там попадали в засады закономерные, да? И мы помним эти видео и фото, в принципе их полно в интернете, сожженной техники. Ну понятно, и погибших военнослужащих. Короче, создается такое впечатление, что Кремль кто-то намеренно втягивал в этот капкан, в первую очередь дезинформируя опять-таки руководство. То есть есть ряд людей, я так полагаю, которые имеют доступ к решающему человеку. И эти люди настолько трансформировали, преломляли информацию, что рассказывали, что на самом деле будут встречи в цветах, с цветами, население будет поддерживать, армия никакая и произойдет все в считанные часы. Увбежден. Это было. План А трещит по швам. И российская делегация соглашается на переговоры в Стамбуле. Давайте вспомним. Изначально переговоры были в Беларуси, но по заверениям украинской стороны был выдвинут ряд ультиматумов. Также звучали вещи вовсе фантастические. Как то. Приглашался туда Янукович. То есть предлагалось вернуть Януковича провести досрочные выборы. Это типа для восстановления правопреемственности власти, нарушенной в 2014 году. Тот, кто это всерьез предложил, если это было предложение, а вы помните, что был зафиксирован самолет Януковича на самом деле. А потом Янукович выступил с каким-то вдруг внезапно посланием к Зеленскому. Вот тот, кто это все придумывал, тот, в чьей голове рождались такие гениальные планы, без преувеличения, как то привлечь Януковича, тот человек, по всей видимости, Украиной занимался. Но как, занимаясь Украиной, не знать о том, что Янукович предателем является? Как бы для всех. Даже для тех, кто за него голосовал в 2010 году. Как можно не понять, что фигура Януковича настолько невообразимо отторгается украинцами? Причем, что я вот читал, опять-таки, в живом общении, что некоторые, даже русские, этого не понимают. Но украинцы-то понимают четко. Тут фишка не в том, там писали, а вот доллар был, вы не понимаете, этот человек предал и покинул страну, все. Это совсем другая история. То есть тот, кто это советовал, тот намерен или не намерен, он является вредителем. Далее. Доходит до Стамбула. И вот уже в Стамбуле приходится российской стороне прислушиваться уже к хотелкам украинской стороны. В итоге мы знаем, ничего не подписано, но тем не менее это не помешало на электризованной общественности с обеих сторон обвинить свои стороны в зраде. Особо досталось в этом плане Мединскому. Это представитель российской стороны. Что там делал Абрамович, к примеру, да, то есть некоторые пытались рассказать, что Абрамович там представлял самого себя, но нет, он не представлял самого себя. И тому были подтверждения, в частности, которые звучали, опять-таки, из уст чиновников достаточно высокого ранга в Российской Федерации. Нет, Абрамович являлся... Как можно было отправлять Абрамовича, человека, который находится под санкциями, является лицом крайне заинтересованным, заводы, газеты, пароходы, футбольные команды, яхты и так далее. Ну, за что будет топить этот человек? Это же абсолютно было понятно. Да, тем не менее он там присутствует. Да, Мединский. Знаем, что ничего там еще не подписано, все такое, но тем не менее, то, что он озвучил, может, неправильно выразился. Россия получила письменные предложения Украины, касающиеся нейтрального и безъядерного статуса, отказа от производства размещения всех видов оружия массового поражения. То есть, пока это еще просто слова, но они пообещали, в общем. А взамен Минобороны пошло Украине навстречу, сообщило о снижении боевой активности в Киевской и Черниговских областях. На деле снижение боевой активности означало полный вывод войск из Черниговской, опять-таки, и Киевских областей. Ну, а пока снижали боевую активность там, в это же время Украина рапортовала об освобождении еще ряда пунктов, в том числе города Трестенец, который на фотографиях выглядит не лучше Мариуполя, да? Мы знаем, что представляют собой переговорщики с Украиной. И Подоляк сказал, что есть такая договоренность, мол, мы не возвращаем Крым. В течение 15 лет военным путем, чисто дипломатическим путем. И будем там обсуждать. Причем, что Умеров, представитель украинской делегации, который якобы был отравлен, но не умер, то есть он Жевалов, можно сказать, такая, каламбурщик, да? Он заявил, что уже приступили к обсуждению. А вот тут вы понимаете, в чем фишка? Это удар ниже пояса. Потому что российской властью неоднократно заявлялось, что Крым вопрос решенный. И обсуждать тут нефиг. Какие еще обсуждения? После этого Мединскому приходится оправдываться. Планировалась пресс-конференция, но в итоге он с листочка, зато на фоне портрета Путина, зачитывает. Принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной. То есть Крым остается за Россией, Донбасс независимый. Деноцификация, демилитаризация куда-то вообще исчезли с повестки. Показательная и новая заочная перепалка Арахамия и Мединского, когда Арахамия заявил, что российская делегация согласна на все условия Украины, помимо Крыма. Тут, кстати, он опроверг заявление члена собственной делегации умерого о том, что переговоры по Крыму уже ведутся. Но вот озвучивается абсолютно страшная штука для Российской Федерации, а это создание некого нового аналога НАТО. То есть получение гарантии безопасности за счет некого объединения, которое предоставит эти гарантии безопасности. Из кого объединение состоит? Из Турции, США и Великобритании с жесткими, очень жесткими гарантиями безопасности. То есть Россия, которая опасалась ракетных ударов из Украины в случае членства ОНО и в НАТО, рискует получить новый и очень злой альянс у своих границ. Польша уже заявляет о своем желании получить боеголовки. Мединский, которому уже, как шутит Арахамия, в России нужна охрана из-за того, что его все считают кем-то не очень хорошим в России, заявил уже, что в принципе то, что предлагает украинская сторона, это как раз таки то, чего добивалась Россия с 2014 года. А чего же добивалась Россия с 2014 года? А, обещание получается. Обещание. Все, мы не будем вступать в НАТО. Но теперь, если вдруг что-то с нами происходит, то начинается большая война. Опять-таки, два вопроса. По демилитаризации и деноцификации. Я же точно 100% помню. Но было такое. Деноцификация. А где она? Еще один человек, который, наверное, все-таки вместе с Мединским, вот четко вижу одну компанию. Это Песков. И Путин говорит, что Песков зачастую гонит пургу. Или там как оно? Иногда гонит пургу. Он сам об этом говорил. Но, извините, но Песков же, это же пресс-секретарь. И почему же он тогда гонит пургу? А кто ему поручает гнать эту пургу? Почему внезапно у Пескова удар по базе в Белгороде, это, знаете что, это не повод для объявления войны, а не то, что можно воспринять, как создание комфортных условий для продолжения переговоров. Про Украину, где, ну понятно, что ненависть к русским уже имеет место быть на высоком уровне, после 24 февраля, до этого там, ну, было все, что угодно. Но сейчас, когда делаются такого рода заявления, как заявления от мэра Филатова, это же уже все, вы понимаете, это выше, выше крыши. Так вот, что он говорит? Он говорит, мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены в Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции в Украине. Надеемся. Давайте еще раз оценим абсурдность ситуации. И так в Украину двигаются войска. С освободительной миссией. Сталкиваются с кое-чем, после чего, даже не подписывая переговоры, договариваются о чем-то с украинской стороной, на словах, и это на словах вынуждает полностью отвести войска, какие только не внедрялись тезисы, я помню. Вот совсем же это недавно. Через специальных блогеров вбрасывались тезисы, что это передислокация, как-то там мастурбация, отвели войска. При этом Олег Царев делает интересное заявление, надеюсь, что все, те, кто с нами сотрудничал, успели покинуть там Украину, не все успели покинуть. И что теперь с ними? Надо рассказывать. Об этом рассказал опять-таки мэр Филатов, рассказал, что вот там был сосед какой-то в Буче или в Ирпене, который ездил с русскими на танки, как только зашли, эти соседа закопали. Уже распространяется термин бучанская резня, типа все, сребреница, хотя Путин всегда предостерегал от повторения сребреницы на Донбассе. Он поэтому и говорил, что нельзя возвращать под контроль. Короче, что имеем в оконцовке? Вторгается армия, которая имеет определенные задачи. Эта армия ввиду определенных условий не достигает некоторых целей. Происходит отступление. Это называется отступлением. Это можно назвать как угодно. Дислокация, передислокация, мудрая перегруппировка войск и так далее. Отходит, предоставляя самим себе тех людей, которые на какие-то минуты поверили, что вот это надолго, предоставляя самим себе всех тех, кто находится сейчас в подвалах СБУ в Киеве, что с ними там делают, я даже не знаю, да? Вот, отходит. Предстоит далее решающая, наверное, битва за Донбасс. Если и там у них не получится, то я полагаю, что позор, с которым столкнется российское руководство, уже будет нерешаемым. Но проблемы, колоссальные, смертельные проблемы, настигнут не только их, но и всех тех, кто когда-то смел что-то говорить против Зеленского. Потому что будет один вождь, один телеканал, одна идея и все остальное. Так вот, не кажется ли вам, что те, кто внедрил эту идею, та самая тупая башня Кремля, совершила такую подставу и такое, по сути, предательство всех тех людей, которые в свое время имели смелость не соглашаться с курсом украинской власти, что такого еще не было наверное в современной истории, скажем так. Вот кажется вам так или нет? Я уже приводил пример Наджибулы и расскажу здесь, потому что говорил на стриме. Так вот, с Наджибулой, это был руководитель Афганистана, произошла очень неприятная история. Я вычитал, кстати, недавно мне обновили в памяти эту историю. Когда советские войска покинули Афганистан, Наджибулы не сбежал, как Янукович. Более того, афганцы смогли взять под контроль некоторые районы, которые даже Шурави не могли взять под контроль. А потом произошло следующее. Развал Советского Союза и мудрые мудрецы решили оставить Наджибулу Афганистан без снарядов, без боеприпасов и без топлива. В то время, как американцы и условный западный мир больше даже начал вливать в маджахедов. И по итогу получилось следующее, что Наджибулу остался в Афганистане, а потом через пару лет мудрейшее руководство в России уже приняло решение, давайте-ка мы не будем предоставлять им все-таки убежище всем тем, кто с нами сотрудничал, потому что это все осколки Советского Союза, но их нафиг. Ну и через пару лет Наджибулу вытащили из здания миссии ООН, где он прятался, и после жесточайших пыток убили его и его брата. Почему вспомнил про Наджибулу, почему эта история меня так зацепила, только вот позавчера прочел, обновил в памяти, потому не знаю почему, ну вот хрен знает, вспомнился Наджибула почему-то, и то, как его по сути прокинули, и чем это все закончилось. Много есть странностей в этой войне, для меня колоссальная странность, то, что после Бучанской Сребряницы туда приезжает Зеленский, морщит лобик, там показывает, когда видит, что его снимают, показывает свое там горе, и при этом заявляет там же о переговорах, но как-то не стыкуется, наталкивает на странные размышления относительно того, что произошло, а вас не наталкивает, какие даже непонятно, как он продаст своему электорату эти переговоры. Ну что ж, да, вы видели, что было в Буче, надо идти дальше договариваться, да, серьезно, это крайне интересно, за этим всем наблюдать крайне интересно. Ну, смотрите, одна сторона заряжает специальных людей, они рассказывают о победах, другая сторона делает аналогичную историю, даже рассказывает, как правильно терминология, не отступление, не оставили территорию, а передислоцировались, не дай бог тебе сказать, что другое. А я буду говорить о странностях и главной, одной из главных странностей этих, я считаю, наличие этой тупой, я буду называть так, тупой башни Кремля. Некоторые говорят не такая уж она и тупая, некоторые говорят меркантильная, некоторые говорят олигархическая, не знаю, я назову тупой башни Кремля. А она есть по-любому. Я остаюсь с вами, люблю вас всех. Пока.